МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предкрайняя, хочу сказать, да. Ладно, хорошо, предзаключительная, скажем так. Смотрите, сегодня как раз и определились с тем, уже назначена дата выборов, так? Да, дата выборов назначена на 18 сентября. Ну, в принципе, как и предполагалось, значит, поэтому я думаю... Ну, единый день голосования, да. Да, единый день голосования, это объяснимо и государством Российской Федерации. Значит, здесь уместно и законодательное собрание Красноярского края. Поэтому 18 сентября будут уже произведены выборы новых представительных органов власти. И нашего законодательного собрания. Но вот как у вас ощущение? Вот оно есть, что это было такое предзаключительное? Вы знаете, вот буквально у нас на днях состоял сайт председателей комитетов законодательного собрания края, на котором и я, бессловно, как председатель комитета, принимал участие. И скажу, что Александр Викторович, председатель законодательного собрания края, мы все, значит, объединены более, как говорится, одной идеологией, да, о том, что ни в коем случае не какой-то ажиотаж, никакой-то резонанс. То есть работаем так же в рабочем порядке, доводим все вопросы до логического завершения. При этом мы должны понимать, что новый состав законодательного собрания Красноярского края должен приступить к работе, значит, но уже в рамках некоторых законодательных актов, которые необходимо принять уже на этом этапе. То есть надо завершить ту работу, чтобы новому составу было легче, скажем так? Безусловно, стартовые позиции, чтобы у него были легче. Хотя я не сомневаюсь в том, что депутат Центрального собрания Красноярского края в подавляющем большинстве, значит, они себя никаким образом не дискредитировали и, в общем-то, отвечали настроениям жителей Красноярского края. И думаю, что, во всяком случае, костяк законодательного собрания Красноярского края, он будет неизменным. Хотя нужно признать, что, безусловно, новые лица появятся. Ну, это мы с вами выясним уже после 18 сентября. И вот у меня как раз сложилось ощущение по сегодняшней сессии, когда вы говорили о том, что вы работаете в таком нормальном режиме. Но сегодня сессия очень продолжительная. Это я уже не припомню за последнее время, чтобы вот так вот сильно задерживались, очень много всего обсудили. Ну, продолжительность, прежде всего, обусловлена тем, что мы заслушали достаточно таких докладов. Ну, первое, он заместитель председателя правительства Красноярского края, Лапшин Георгий Анатольевич. Кстати, а какие бы его моменты вы отметили? Он, понятно, что он серьезный блок направления ведет. Это и строительство, и жилищно-коммунальная сфера, и энергетика, и промышленность. И, конечно, этот блок ложился на нем. И при этом в каждом блоке есть некоторые вопросы, есть некоторые меры, которые на сегодняшний день правительство... Даже вопросы, кстати говоря, подготовки к универсиаде на нем ложатся, да, лежат. И, конечно же, эти вопросы лежат, как говорится, ну, как ключевые, оцениваются законодательным собранием края и населением Красноярского края, безусловно. И, конечно, мы поднимали этот пласт вопросов где-то из критической точки зрения, при этом конструктивно, безусловно, предлагали свои решения, высказывали некоторые критические замечания. Но Юрий Анатольевич, на мой взгляд, достаточно уверенно, успешно, не в плане того, что отчитывался перед депутатами, а в плане, ну, той дискуссии, которая велась с его стороны, вместе с нами, пришла к единому мнению. Было принято соответствующее решение, принято сведение, но в рамках этого решения, принятия сведения, были некоторые выработаны протокольные решения. В части, вот я, например, мы поднимали вопрос по городу Каннску, например, в частности, да, если говорить, там вопрос касался, значит, тарифов на электроэнергию, тоже вопрос достаточно большой. Но я знаю, что Юрий Лапшилов сказал, что в течение двух недель это все будет дата на контроль. Да, безусловно, но взят на сего стороны уже должно быть исполнение, а взят на контроль здесь больше депутатским корпусом. Ну, конечно, он поручит соответствующим министрам по направлениям, но вместе с тем мы должны понимать, что мы должны, ну, обоюдно нести ответственность, нести ответственность за решения, принимать эти решения. Юрий Николаевич, я правильно понимаю, что действующему составу депутатов и правительству, и губернатору удалось достичь такой конструктивной работы вот за все время? Я скажу, что в законодательном собрании Красноярского края ни в коем случае не хочу обидеть коллег с других представительных органов власти, но является ярким показателем как раз консолидации не столько и не только депутатского корпуса, а консолидации в нашем лице всего Красноярского края, всего общества. Мы стремимся, независимо от представителей политических партий, объединиться в одно целое. Конечно, бывает, что там говорить, и полемика, дискуссии там, но вместе с тем, особенно когда необходимо принимать решения по ключевым вопросам, мы все как в едином кулаке, бюджет Красноярского края в частности, какие-то вопросы такого жизнебеспечения населения Красноярского края, значит, мы все в едином порыве, значит, принимаем решение консолидированное. Юрий Николаевич, ну, теперь вот тем частным решениям, которые были приняты, ну, в частности, то, что готовил Ваш комитет, по незаконно установленным ларькам, во втором чтении рассматривался законопроект, я так понимаю, что это принято, и что теперь будет дальше? Да, действительно, значит, принято во втором чтении сегодня внесение изменений в закон Края об инсерктивных правонарушениях в Красноярском крае, и речь идет о стационарных объектах, которые незаконно поставлены, проще сказать, это киоски, это ларьки, различные кафе. Значит, три санкции, если первый раз допускается нарушение для физических лиц от 500 до 4000 рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц от 10 до 100 тысяч рублей. Если это повторно происходит, то для физических лиц от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, и вот для юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей. Задача одна, это прежде всего обеспечить архитектурный облик той или иной территории, город Красноярск, город Канск. Но это будет, это не только Красноярск касается, касается, естественно, Красноярск, всего Красноярского края. Ну и, безусловно, это то, чтобы не было воспрепятствования движения пешеходов, транспорта, да и вообще, чтобы принудить тех лиц, которые это выполняют, просто к закону послушания. Я вот у многих участвую в сходах граждан, практически, ну, на 70%, даже не этой тематике касаемой, все равно просто задают по тем или иным ларькам, кироскам, которые, на взгляд жителей, поставлены, значит, незаконно, необходимо разбираться с ними и так далее. И, исходя из тех обращений, которые поступали, мы приняли такой проект закона, а в последующем уже, как закон, сегодня на сейс-заказательском собрании края во втором чтении, окончательном чтении. Ну, сегодня состоялось еще и знаковое назначение, в частности, был избран новый директор Красавия. Да, скажу, что сегодня сейс-заказательском собрании края началось с некоторых кадровых решений, но по традиции у нас были произведены назначения мировых судей в Красноярском крае, три кандидатуры, так, и согласование назначения, значит, на должность генерального директора государственного предприятия Красноярского края Красавия. И ненагласно был поддержан, значит, Мордань Валерий Иванович. Он имеет соответствующий как жизненный опыт, так и профессиональный опыт, морально-деловые качества соответствуют этой должности. При этом в рамках той дискуссии, которая была, в рамках тех вопросов, значит, мы еще раз утвердили со мнением, что здесь никаких коренных кадровых изменений в части, значит, грубо говоря, ну, как проще сказать, варягов, да, что ли, как мы, потому что Красноярский край всегда наш славен патриотизмом, чтобы наши местные кадры работали во всех таких важных областях. И он согласился с этим, и, безусловно, красноярцы именно будут, с его слов, всекослучшим, унижать на контроле и заместителей, и подавляющих большинство коллективов. Я знаю, что к нему было и масса вопросов по поводу дальнейшего развития Красавия, в частности, задавали вопросы... Ну, здесь вопросы касаются северных территорий, значит, юга Красноярского края. Ну, на самом-то деле, если вот посмотреть за последнее время, то у нас вот в этом отношении наметились такие положительные сдвиги, например, запущены в Мотыгина рейсы, на север Красноярского края запущены дополнительные рейсы, у нас появились рейсы в Шушинское, что очень сильно оценили, допустим, любители этнической музыки, на фестивале уже билеты раскуплены, их уже не купишь. Нет, безусловно, транспортная инфраструктура в части, значит, деятельности Красавия, она действительно, на мой взгляд, шагнула вперед. Поэтому, я думаю, что нужно продолжать, наращивать, значит, ну и, безусловно, отвечать, чтобы вопросам населения края. Юрий Николаевич, ну вот, подводя такие краткие итоги сегодняшнего заседания, вот на ваш взгляд, да, сегодня это вот было такое продолжительное заседание, потому что надо было решить массу вопросов, которые почему-то откладывались, или это просто как бы штатная была такая ситуация? Нет, вы знаете, у нас законодательное собрание Красноярского края достаточно всегда проходит в таком длительном режиме, ну, как минимум, в течение всего дня, как минимум. А то бывало, я знаю, в моей практике, значит, и на следующий день переносилась сессия, то есть в один день мы зачастую... То есть я не помню такого. Было два раза, насколько я помню, или один, или два раза, но бывало не укладывалось. И сегодня, ну, еще раз говорю, подчеркнуто прежде всего тем, что были доклады достаточно серьезные, отчеты, да, и в рамках... То есть это, знаете, не так, чтобы вот откладывали, вот тут уже осталось совсем немножко, или... Да, нет, такого нет, ну, еще раз говорю, безусловно, те вопросы, которые необходимы, которые накопились, нужно уже 7 июля, следующая сессия у нас будет, чтобы их решить. Я скажу, что это законодательное собрание края у нас славится, это глубиной проработки любого вопроса. Значит, мы работаем неповерхностно, и нет такой гонки быстрее-быстрее, лишь бы там закончить и так далее. Мы очень глубоко прорабатываем эти вопросы и погружены в них в рамках деятельности комитетов предварительно, но и в последующем сессии. На седьмое число что останется, как вы думаете? Ну, на седьмое, я думаю, что некоторые, возможно, уставные законы, значит, возможно, в части деятельности депутатского корпуса, я имею в виду, там тоже ряд таких нормативно-правых актов, законодательных актов, так. Ну, думаю, что отчеты министров мы не все еще заслушали, не всех министров, я имею в виду, поэтому это тоже текущие вопросы. То есть следующая сессия тоже обещает быть очень напряженной, на вас взгляд? Ну, я скажу, не жаркой, напряженная сессия навсегда, значит, она присутствует. Я имею в виду, что она будет такая... Да, будет, то есть не в течение трех часов она проходит. То есть это не будет такая расслабленная сессия, ну вот, заключительная сессия, спасибо всем за работу, теперь приступаем к этой выборной контакте. Конечно, по итогам, я думаю, мы поздравим друг друга с окончанием, будем говорить, сезона, так бы я сказал, летнего, да, сегодня уже давал комментарий некоторых средствам массовой информации в итогах деятельности нашего комитета, как и другие председательные комитеты. Но я скажу, что она будет, ну, достаточно серьезная сессия. Юрий Николаевич, вот, все-таки, такой немножко ностальгичный вопрос, вот, тот состав, который сейчас, я так понимаю, что за эти годы, это уже сдружились, не жалко оставлять вот это все? Скажем, скажем. Мы все в какой-то степени будем участвовать в выборной кампании, кто-то, я в Госдуму Российской Федерации, например, собираемся там, кто-то, законодательное собрание Красноярского края. Вы знаете, в любом случае, какое впечатление? Впечатление, это, прежде всего, знакомство с новыми людьми, знакомство с новыми коллективами, получение новой интересной информации. Вот это, на мой взгляд, но и, безусловно, скрепление независимого принадлежности политическим взглядом тем или иным, скрепление дружеских, нормальных, товарищеских отношений, которые позволили эффективно решать вопросы в рамках деятельности законодательного собрания края. Спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. Спасибо. Мы беседовали с депутатом законодательного собрания Красноярского края Юрием Швыдкиным. Всего доброго. До встречи.